Девушки отдыхают В городе Димитрове в рамках программы социально-экономического развития города проблеме опиловки, омоложения и ликвидации старых деревьев уделяют большое внимание. Работа эта плановая и продолжается постоянно. Вот только не всегда городу удается выделять достаточную сумму денег для проведения этих работ. Если в 2013 году мы могли выделить большую сумму, если я не ошибаюсь, это около 700 тысяч гривен, то в 2014 году эта сумма меньше. С начала года мы выделили 250 тысяч гривен. Но так как проблема существует и еще много нужно опиливать и омоложивать деревьев, буквально вчера на прошлой сессии мы добавили еще 80 тысяч гривен. Как отметил Александр Брыкалов, средств, выделенных на опиловку из местного бюджета, не хватает на выполнение всех намеченных работ. Всего в этом году планируется ликвидировать и омолодить 814 деревьев. При этом только 15% из них будут удалены или омоложены за счет казны. Поэтому большую часть затрат берет на себя многоотраслевое объединение коммунального хозяйства. Его директор Александр Эскин признается, это только кажется, что спилить или омолодить дерево так просто. Задействована автовышка двухлоктевая, это 22 метра высота. Кроме того, два пильщика, верхолазы. Кроме того, естественно, водитель автовышки, грузчики, которые грузят пеленый лес и еще одна грузовая машина. Работы проводятся на территории всего города, кроме частного сектора. Исключение тут составляют те случаи, когда дерево представляет опасность или мешает работе, например, линии электропередач. Есть деревья и молодые, но мешают это и линиям электропередач. Естественно, идут нарушения во время бури, омолаживаем, укорачиваем. Дальше есть деревья, которые уже старые. Вот даже если у нас такая практика по улице Ватутина, мы сделали, если жители видели, высота 3,5 метра стволы. То есть зачем это? Весной они закучерявятся, не будут доставать до провода и будет как бы дизайнерский вид достойный. В результате таких работ город не только омолаживает деревья. Старые сухие ветки еще служат людям. Их распилят и развезут льготным категориям населения. В первую очередь, конечно же, участникам Великой Отечественной войны, потому что вы знаете, сколько их осталось наших ветеранов и какой возраст. А также малоимущим, многодетным семьям возим. Вот на сегодня мы уже по 27 адресам развезли, осталось еще 43 адреса. Ну, естественно, оно может быть не так быстро получается, по той причине, что где-то 4-5 адресов в день собираем дрова и развозим. Елена Филимонова – участница Великой Отечественной войны. Воевала с визисткой на Ленинградском фронте. Никогда не скажешь, что скоро она отметит 90-летний юбилей. Дрова Елене Александровне привозят уже второй год подряд. На каждый двор привозят от одного до полутора кубометров дров. В Димитрове говорят, что будут продолжать проводить подобную работу и в дальнейшем.